Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мы Тищи православные». И сегодня у нас в студии наш постоянный гость, настоятель храма новомучеников и исповедников российских, отец Симеон. Здравствуйте, отец Симеон. Добрый день. У нас сегодня тема программы «Первые шаги к вере». И так получилось, что я выступаю, наверное, олицетворением той группы людей, молодежи в частности, которые только идут, только становятся на путь поиска веры. И, возможно, мои друзья в частности, они боятся иногда, стесняются прийти в храм, стесняются своего незнания. И боятся, возможно, косых взглядов со стороны уже опытных прихожан. Подскажите, с чего начать? Возможно, можно что-то почитать. Как подготовиться к этому? Спасибо, дорогие телезрители. Я всегда рад говорить на тему молодежи, потому что, ну, в принципе, наша задача очень простая. Чтобы мы, как минимум, не препятствовали другим идти к вере, идти к Богу. То есть в этом смысле мы исполним полностью слова Христа, который говорил, что не препятствуйте детям идти ко мне. Это касается и молодежи. И, конечно, вот сейчас мы постараемся обговорить вот о тех самых первых шагах, может быть, даже действиях, может быть, книгах, которые помогут человеку понять мир церкви. На самом деле мы сейчас живем в мире, где есть определенное информационное поле. И иногда бывает так, что человек, сам того не понимая, идет на поводу у этого информационного поля. Поэтому, наверное, перед входом в храм надо молодежи знать такой условный знак, что вот здесь, в храме, есть думающие, любящие и открытые люди. И получится вот в полном соответствии с учением церкви о себе, что молодой человек или немолодой человек, это сейчас даже не столь определяющим, как небольшой листочек привьется к живому организму. То есть христианство не нужно изобретать, христианство не заключается в головах отдельных лиц, пусть даже очень умных. Христианство это то, что дано нам самим Богом. И в этом смысле, наверное, надо начинать с развенчивания мифов. В церкви нет и не может быть каких-то продвинутых и каких-то непродвинутых. Почему? Потому что сам Господь сказал, что Он, наш Отец, путь истины и жизнь, а мы все друг другу, братья и сестры. Причем совершенно определенный и богатейший церковный опыт нам однозначно говорит, что как раз те, кого мы могли бы назвать продвинутыми, те, кто действительно увидел в себе духовную нечистоту, с которой успешно боролся и достиг каких-то результатов, как раз эти люди действуют по очень простому принципу. Максимум вопросов и претензий, можно сказать, к себе и минимум к ближнему. Вот у нас преподаватель очень часто повторял принцип древних монахов. У них в мыслях было одно убеждение. Что все люди спасаются, один я гибну. Поэтому мне нужно что-то делать. А сейчас очень многие страдают как раз вот обратным заболеванием. Что вот кто-то... Все гибнут, а я спасаю. Все гибнут, а я один вот такой вот хороший. Это ничего общего с христианством не имеет. Поэтому, на мой взгляд, молодежи можно было бы для начала посоветовать несколько информационных ресурсов, которые, вот теперь уже не отходя от своего письменного стола, можно использовать для того, чтобы осознать, что такое есть вера. В любом случае, мы должны понимать, что этот процесс, если угодно, с двусторонним движением. С одной стороны, мы изучаем. С другой стороны, есть благодать Божия, которая нас призывает. И часто бывает так, что человек, который даже не готовился ни к чему великому, не готовился к встрече с Богом, внезапно с ним встречается. Это может быть где угодно. Даже, ну, самые яркие примеры. При посещении какой-то обители или монастыря, человек совершенно отчетливо понимает, какой тут покой, какая радость. Жизнь моя просто, ну, как будто вот бешеный поток какой-то. А здесь тишина и благодать. Как-то мне хочется остаться. И, конечно, вот такие вот... Ну, это чтобы остаться, нужно прийти вначале. А вот если именно есть страх перед тем, что, ну, элементарно... Наверное, сейчас все уже, конечно, знают там какие-то правила, что нельзя поворачиваться спиной к иконам, что нужно надевать длинную юбку девушки, покрывать голову. Но если вот у человека нету рядом такого наставника, который объяснит элементарное, нужно почитать какую-то информацию или что? Ну, знаете, мне кажется, что вот эти правила, о которых вы уже помянули, они вторичны. Почему? Потому что главное для церкви – это человек. И каким бы он ни пришел, он должен почувствовать, что здесь он нужен и его любят. Я могу вспомнить одного нашего известного игумена, который сейчас тоже с молодежью занимается. Его приход в церковь был вообще, ну, можно сказать, ну, в каком-то смысле даже экстравагантным. В 60-х, 70-х годах в нашей стране, да и, собственно, по всему миру, было такое модное движение хиппи. И он к нему принадлежал, как молодой человек. И он зашел в храм, чтобы увидеть, что это такое, о чем тут речь. Бабушки, которые его приняли там, были не теми злыми бабушками, в прошлом совершенно далекими от веры, на которых сейчас жалуются молодежь. И против которых, на самом деле, на самом серьезном уровне, начиная от общецерковного и заканчивая приходским, все настойчиво говорят, бабули, не надо рубить с плеча, да, примите сначала человека. Так вот, этот игумен запросто в храме сел, вот, что называется, в позе лотоса, стал слушать, что это такое, ему что-то было непонятно. Потом он делится своими впечатлениями, что дальше он понял, что вот здесь совершенно особый мир. И если я хочу что-то понять, то, по крайней мере, мне нужно, ну, вот, знать, куда я пришел, что-то такое, что происходит. Когда мы говорим о незнании в смысле богослужебном, да, что, например, молодые люди в большинстве своем сейчас, хотя эта ситуация тоже исправляется, не знакомы со сазами даже, церковно славянского языка. Но встречный вопрос к нашей молодежи. Скажите, пожалуйста, а Господу помолимся, или подай Господи, надо переводить с церковно-славянского на русский? То есть речь идет не о том, чтобы мы в угоду кому-то либо делали филологические эксперименты, а речь идет о том, чтобы вот то богатейшее содержание, которое у церкви есть, донести и помочь понять в том числе современной молодежи. Поэтому этот, на самом деле, диалог необычайно важен. И церковь, начиная вот с момента, когда она получила внешнюю свободу, начиная с 90-х годов, церковь постоянно о теме молодежи говорит, ну, называется, первостепенно. Уже тогда был создан Синодальный отдел по делам молодежи. И мы должны понимать, что общий уровень культуры, он непременно сказывается и на молодежи. Здесь нет никакой уравниловки, естественно. Но если молодежь не видит добрых семейных отношений у себя дома, если молодежь не видит культуры и высокого языка, в том числе и в транспорте, и не только, то, естественно, мы не вправе ожидать, что молодежь будет к нам обращаться языком Пушкина. Более того, молодежи, напротив, свойственна такая вот гипертрофированная прямота. Им очень важно говорить то, что они думают. Кстати, молодежь сказала нам, что она думает, конкретно ее представители. Мы вышли на улицу города с вопросом, почему вы не ходите в храм или почему вы ходите в храм. И в частности с вопросом, как совместить мирскую жизнь современного подростка с походами в церковь. Давайте посмотрим, что нам ответили. Да. 21 век на дворе сидеть дома в заточении тоже не выход, поэтому почему нет? Можно ходить, можно верить в Бога и при этом пойти потанцевать в клуб. Не обязательно в клубе пить и прочее. Я думаю, что можно верить в Бога и совмещать это. А если прям вот относиться и стараться соблюдать все эти заповеди, и при этом посещать там клубы, то же самое. Это как, я не знаю, ходить постоянно в церковь регулярно, но, допустим, не соблюдать пост. В церковь не хожу, в Бога верю. Можно пойти в клуб и не напиваться. Мы ходим в клуб для того, чтобы получить удовольствие просто от танца. Да, я верю в Бога. Я периодически хожу в церковь. То есть, если человек по-настоящему верит в Бога, то есть, ходит в церковь, постится и все в этом духе, я не думаю, что он будет там выпивать, курить и ходить по клубам. То есть, ну, это несочетаемые вещи. Ну, то есть, получается, ты не по-настоящему веришь в Бога? Ну, получается так. Ну, я считаю, что это нормально. Ну, то, что девушка будет одевать косынку, юбку и будет ходить в церковь. А ты бы могла так сделать? Наверное, нет. Церковь – это одно, а личная жизнь и встреча с молодыми людьми – это совсем не другое. Ну, то есть, пить можно, курить можно, но ничего не другое. Да, ну, в целом, да. Но я не курю. Если Бог дает делать что-то людям, значит, можно. Ага, ну, то есть, ты идешь в клуб, там выпиваешь, куришь, общаешься с девушками, и ты считаешь, что это Бог тебе напишет? Ну, да. Ты куришь, пьешь, выпиваешь, и ты считаешь, что это Бог тебе разрешил? Ну, да. Вот такой ответ. Какое ваше мнение по этому поводу? То есть, современная молодежь не считает нужным полностью изменять свой образ жизни, отказываться от каких-то своих предыдущих привычек? И нужно ли это сразу? Требует ли этого церковь отказаться сразу, или это какой-то продолжительный, постепенный путь? Ну, начнем с общих ответов. Что, строго говоря, церковная жизнь – это именно образ жизни. И даже само словосочетание «поход в храм» для церковного уха, ну, такой достаточно сильный диссонанс. То есть, одно дело – сходить в музей и посмотреть историю Италии 13-14-15 веков, и совсем другое дело, когда мы говорим о вере как фундаменте всей жизни. А именно таковой должна быть вера и, собственно, мировоззрение. Поэтому здесь, строго говоря, мы ничего такого необычного в ответах молодых людей не увидели. Это действительно такой определенный социологический срез, который нам показывает, что некоторые молодые люди совершенно ничего не знают о вере. Некоторые считают, что, ну, это частное дело, да, что, строго говоря, вот вера не накладывает на меня никаких, так сказать, обязательств. И то, и другое третье мы сейчас попробуем разобрать. Во-первых, начиная с Ветхозаветного Откровения, да, мы начнем с самого начала, что Господь всю историю человечества не оставляет нас. Он не молчит. Он не говорит о том, что ему безразличен наш образ жизни. Он говорит, что есть правильное поведение, да, есть правильный образ жизни, а есть то, что мы называем одним емким словом «грех». Наверняка, может быть, кто-то слышал о том, что «грех» одно из древнейших вообще слов, оно буквально означает «попадать мимо». Ну, в древности любой мужчины, если он хочет быть таковым, он непременно должен был стрелять из лука и сидеть в седле. И вот попадание мимо цели называлось словом «грех». Вот этот термин, эта лексема употреблена для того, чтобы мы понимали, что действительно человеческую жизнь можно прожить напрасно. Действительно можно употребить свои знания, свою жизнь даже мимо цели. Действительно человек может не понять, зачем ему дано было здоровье, зачем ему даны были силы, творческие способности и так далее. Поэтому, строго говоря, нам очень важно сейчас осознать, что молодежь, она почти что как в физике, она спектрально построена по отношению к церкви. Есть, ну будем так говорить, вот справа налево, да, есть молодые люди, которые целиком и полностью не просто считают себя церковными, а их жизнь строится на основании опыта церковной жизни. То есть это те, кого мы можем действительно назвать надеждой церкви и радостью церкви. Ну и те, кто ходит, соответственно, учится в школах, да, соответственно? Да, начиная от детского садика, когда на вопрос «кого ты любишь больше всего?» Четырехлетняя девочка может сказать «я больше всего люблю Христа». Но это когда рядом родители, которые приводят за ручку сразу и воспитывают уже в ребенке с измольства это чувство. А если рядом родители-атеисты? А вы знаете, вот сейчас, по-моему, белорусский экзорхат, издательство наших собратьев-славян, издало удивительный сборник рассказов, где маленький мальчик, воспитывавшийся в атеистической семье, просит бабушку. Бабушка, ты меня сведи, пожалуйста, я хочу боженьку увидеть и вернуться домой. Мы говорим о том, что, строго говоря, вот такое вот мистическое чувство, религиозность, это то, что свойственно человеку, это то, что в нашей природе. И, конечно, мы, строго говоря, большую часть своей жизни посвящаем тому, чтобы для начала узнать свой внутренний мир. И именно потому, что у нас иногда бывает очень беден внутренний мир, именно поэтому нам часто требуются какие-то допинги в виде азартных игр и так далее. То есть речь идет о том, что человек, который наполнен содержательной жизнью, он не будет искать ни наркотиков, ни алкоголя, ничего другого. Но ведь подросток ребенок, это изначально сосуд, который наполняется, и наполняется окружающими его людьми. И, ну, соответственно, окружение во многом определяет, куда он пойдет, в клуб или в церковь. Но я имею в виду, мне интересно самой понять, вот именно когда человек решает изменить свой образ жизни и изменить свои взгляды, да, ему нужно сразу же перечеркивать все свои прошлые контакты тех людей, которые не верующие, которые тянут его в дурные компании, ну или просто в те же самые клубы, да. Или это, ну, и он тем самым грозит остаться, ему грозит остаться без друзей, без каких-то прежних контактов. Понял ваш вопрос. Мне кажется, что тут надо говорить очень коротко, что принцип постепенности, это один из фундаментальных принципов духовной жизни. Ничего резко сделать нельзя. Даже если человек вот радикально меняется, что тоже бывает, да, в любом случае вот этому моменту поворотному обязательно предшествует либо какая-то встреча, либо прочитанная книга и так далее. В этом смысле вот мы начали говорить о том, что полезно будет молодым людям. Я буквально вот в трех предложениях скажу о тех ресурсах, в том числе и в сети интернет, которые могут им помочь. Во-первых, есть замечательный интернет-сайт, он очень простой, православие.ру. Там есть огромная библиотека, там есть, ну, скажем так, такая виртуальная приемная, да, вопрос-ответ. Сейчас это, на самом деле, очень сильно развивается, потому что есть и представители церкви, которых мы можем назвать по-светски блогерами, да, которые о чем-то пишут, о чем-то спорят, может быть, о чем-то рассуждают. Поэтому с точки зрения информационной сейчас не представляет никакой проблемы найти вот крупицы такой божественной мудрости. Вопрос заключается в том, что мы сейчас находимся в таком огромном потоке, что в отличие от советского времени, когда Библию с большим трудом и с риском, в том числе уголовным, можно было найти и приобрести за большие деньги, сейчас нет никакого информационного голода. Сейчас есть, более того, информационные присыщения, которые молодые люди это особенно чувствуют. Поэтому так называемые бродилки, да, вот сам стиль жизни многих молодых людей, не говорю про всех, да, когда они могут почти что сутками просиживать за интернет-играми, это как раз очень четко показывает, что у нас за последние 20 лет, 25 лет, радикально поменялось вообще информационное пространство. И поэтому молодым людям, как минимум, даже в школе должны даваться азы знаний о том, каким образом отсеивать этот информационный поток. Потому что некоторые ресурсы, они напрямую вредят духовному, даже физическому миру человека. Некоторые являются вообще преступными. Некоторые являются, ну, условно говоря, нейтральными. Да, и более того, сейчас молодым людям очень интересно, и, собственно, это, наверное, всегда является качеством молодых людей, очень интересно знать правду. Это касается и нашей истории. Это касается тех процессов, которые сейчас или завтра будут происходить. Им очень важно знать правду. И именно поэтому, ну, здесь мы должны отдавать себе отчет, что с точки зрения вот присутствия в той же сети интернет, да, православие достаточно сильно представлено. Но мы должны понимать, что в смысле количественном мы песчинка. И в определенном смысле повторяется наша предыдущая эпоха, когда безбожная литература печаталась миллионными экземплярами, а церковная литература, ну, буквально штучными. Но тут другие законы вступают в силу. Вот маленькое, может быть, даже не очень слышное слово правды перевесит тот огромный поток лжи, который на человека льется. Поэтому нам нужно просто быть открытыми и понимать, что действительно есть молодые люди, которые, ну, в полном смысле слова, могут и нас еще получить, да, и могут очень сильно помочь духовному возрождению всей нашей страны. Потому что из них вырастут Ломоносовы, Менделеевы и так далее. Есть молодые люди, которые нейтральны или которые ничего не знают. И есть, ну, условно скажем, такое левое крыло молодых людей, которым рассказывают уже, ну, много раз перепетые песни о том, что православие затормозило развитие нашей страны. Что благодаря принятию православия мы не стали в семействе европейских народов и так далее. Что православие не позволяет человеку вести дело, как говорили раньше, или бизнес, как сейчас говорят. Ни то, ни другое третье не имеет ничего общего с истинной верой. И более того, сейчас очень многие молодые люди сталкиваются с церковными проектами, буквально вот на улице сталкиваются. Самый такой интересный был проект Сретенской духовной семинарии, когда нашлись люди, которые оплатили тираж Евангелия. И Сретенская духовная семинария безвозмездно, буквально вот на станциях метро раздавала всем желающим Святой Евангелие. И вы знаете, иногда бывает даже обратная реакция. Вот людям говорят, что вот он Святой Евангелие, а вы точно не сектанты. То есть у многих это вызывает даже смущение. Поэтому мы должны понимать, что церковная жизнь это открытое пространство. И в этом пространстве молодежи приоритетное место дано. Это не значит, что все старшие или там духовенство будет, что называется, ну вот в служебных обязанностях. Это не сказка Пушкина о золотой рыбке. Нет, речь идет о совместной напряженной деятельности, о трудах, которые принесут результаты. Как в молодежной среде, так и собственно говоря во всем нашем обществе. Поэтому мне кажется, что молодежь, вот всю свою активность, которая ей свойственна, да, в силу возраста, должна прежде всего оцениваться эта активность с точки зрения пользы. Я прошу прощения, ну а когда вот в молодого человека попадает это зерно правды, и возрастает вот это желание опять же прийти к Богу, но по-прежнему в нем остаются вот эти какие-то пагубные привычки и так далее. И происходит своеобразная борьба. Я вот прочитала, посмотрела на многие формы, что молодежь сравнивает сейчас в современности в свое желание приобщиться к вере, это все равно, чтобы плыть против течения. Здорово! А где найти силы, чтобы плыть против этого течения? Просто у меня даже, в частности, многие мои знакомые, достаточно верующие молодые люди, девушки, которые гораздо больше знают, чем другие представители молодежи, они ходят, ездят в церкви, храмы, они даже ездят на всевозможные, в паломнические поездки, но тем не менее это не мешает им вести обычный образ жизни, который ведет обычная молодежь. Это что? Это лицемерие или... Это духовная борьба и труд. Более того, я благодарю вот ту молодежь, о которой вы говорите, за чеканно выраженную мысль. Строго говоря, жизнь вообще и духовная жизнь – это всегда плыть против течения. Один монах, может быть, очень грубо, но очень метко сказал, что только, ну скажем так, отходы жизнедеятельности человечества плывут по течению. Все живое плывет непременно против течения. Это не значит, что мы должны восставать против всего мира. Это значит, что мы должны понимать, что мы личности, и мы действительно кузнецы своего счастья. Не просто так русский народ эту пословицу сформировал. То есть, на самом деле, речь идет о том, что наша внутренняя борьба за собственного «я», да, она очень четко умещается в слова апостола Павла, который говорил, «Бедный я человек, вот что хочу доброго сделать, что полезно, что хорошо, не делаю. А то, что не хочу делать злое, делаю». То есть апостол Павел сформулировал фундаментальный принцип духовной жизни. То есть, внутри нас, как бы, живут два «я». Один «я» – это вот новый человек, да, человек духовный, который начинается от момента крещения, когда нас готовят, нас присоединяют к церкви, и мы начинаем питаться этими духовными соками. И второй человек, да, это вот «я», которое, ну, можно сказать, такой вот балласт духовный, который нас тянет вниз. И вся наша жизнь – это взаимодействие двух этих «я», для того, чтобы, в принципе, в конце нашей жизни, причем этот конец нам неизвестен, хронологически неизвестен, но известен, что он будет, чтобы в конце получился некий, вот, определяющий вектор. Что кто перевесит? Да. Поэтому не нужно бояться того, что у вас есть знакомые, которые, например, критикуют церковь, или которые далеки от церкви. Совершенно не нужно. Это не значит, что нужно завтра с ними порвать общение. Стоит их перетянуть на свою сторону или не стоит? Да нет, в православии это не доказывается. Один богослов очень метко сказал, «Бог и жизнь есть, а доказательств нету». Что значит доказательства? Когда мы кому-то что-то доказываем, например, в науке, это значит, что мы у человека отбираем выбор. Если в науке доказано, что сумма квадратов катетов равна сумме, равна квадрату гипотенузе, то других вариантов уже нету. А в духовной жизни как раз нет. У человека всегда остается выбор. И даже если он видит белое, он может сказать черное. К сожалению, это часто бывает. Вопрос только в том, чтобы человек осознал, что если он видит белое и говорит, что это белое, то он двигается по пути созидания, в том числе собственного. А если он в этом смысле есть другое течение против, это то, что разрушает человека. Поэтому как раз наша задача исполнить слово Христа. Быть солью земли. Быть светом миру. Этих примеров достаточно. Я могу прямо вот сходу назвать молодежную православную организацию МФТИ. Этот университет совсем рядом с нами. Это Долгопрудный. Там действительно ученые с мировым именем. И там есть мощнейшая, не боюсь этого слова, православная молодежная организация, которая помогает детским домам, которые приходят в храмы и помогают там. Вот сейчас у них акции, они убирают снег. То есть, на самом деле, здесь не нужны какие-то директивы сверху. Напротив. Церковь постоянно и в официальных документах, и в обычной жизни призывает молодежь вот этот потенциал, который у них есть, раскрывать. Ни в коем случае нельзя, как тут армейские принципы не подходят. Они нужны, но, так сказать, в других местах. Поэтому, если молодежь приходит и говорит, батюшка, вот мы, например, вот учимся в медицинском университете, можем ли мы чем-то быть полезны? Я уверен, что в подавляющем большинстве, не могу, конечно, за всех говорить, да, но в подавляющем большинстве священник найдет возможность для того, чтобы эти молодые люди могли себя реализовать. Более того, сейчас наш Святотихоновский и Богословский университет открывает программу, которая, привлекая даже государственное бюджетное средство, подчеркиваю, православный университет, имеющий государственную аккредитацию, который вправе это делать, открыл проект, который позволит многодетным, бедным семьям отдавать своих детей для того, чтобы они два вопроса, которые стоят перед молодежью, могли решить. Первый вопрос, это получить фундаментальное высшее образование. Второй вопрос, это получить жилье. Я очень рад, что эти проекты церковные есть. Я очень надеюсь, что эти проекты будут только увеличиваться и в смысле количества, и надеюсь, что качественно будут улучшаться. Это, можно сказать, первый пилотный проект. Бог даст, и другие будут запущены. Конечно. Спасибо большое, отец Симеон. Мы обязательно продолжим разговор на тему первые шаги к вере, и в частности, вера и молодежь в следующей нашей программе. Вы смотрели программу «Мы тещи православные». Увидимся в следующий вторник в 8 часов вечера. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!